Почти 260 килограммов мяса и мясопродуктов было забраковано в Нижегородской области Роспотребнадзором в 2016 году. Продукция не отвечала требованиям безопасности и была уничтожена. Основная причина – истечение сроков годности. Проверки проводились в магазинах и точках общепитов. В целом по регионам безопасность мясных продуктов улучшается. Не обнаружено ни одной положительной находки при исследовании проб пищевых продуктов на паразитологические показатели, при исследовании на антибиотики в мясных продуктах не было обнаружено ни одного антибиотика, не было обнаружено из 87 проб, которые мы исследовали, на генетически модифицированные микроорганизмы. В более тысячи исследуемых проб не обнаружены токсинов. Зато часто производители добавляют излишки соли и жира, а также вводят заблуждением потребителя неправильными маркировками и названиями. Еще два года назад вступил в действие техрегламент, по которому ужесточили правила маркировки. Если колбаса называется докторская, и у нас с вами есть гост, межгосударственный стандарт, колбасы вареные, где указана колбаса докторская, любительская, то колбаса, выработанная по техническим условиям, не должна иметь такого названия. Теперь нельзя присваивать колбасе, пельменям и другой мясной продукции, названия которой ассоциируются у покупателя с детскими товарами. Так могут именоваться только прошедшие государственную регистрацию продукты. Это значит, что в них повышенное содержание мяса и мало добавок. Также при выборе полуфабрикатов стоит обратить внимание, мясной это продукт или мясосодержащий. Полуфабрикаты делятся на категории. Мясные полуфабрикаты категории А содержат в своем составе от 80% и выше красной мышечной массы. Мясные полуфабрикаты категории Б содержат от 60 до 80% красного мышечного мяса. Мясные категории и так дальше Г и Д идут на 20% ниже. Виктория Кузьмина, Ринат Бікбайп, Объективна ННТВ